друзья всем привет я сейчас напишу тему урока не урока нашего эфира скажите пожалуйста слышно или нет добрый вечер ребят я не могу понять слышно мне или нет поэтому поставьте плюсики слышно все ой молодцы спасибо отлично так давайте тогда подождем кто еще захочет присоединиться да я вам пока расскажу о себе вы пока можете сходить налить чай кофе какого-нибудь зелья раз у нас сегодня тема 12 дома меня зовут виноградова екатерина можно просто катя екатерина это очень официально оставим это для госуслуг и мфц я в астрологии не так давно с 2018 года сначала была одна астрошкола потом я нашла школа 11 дома попал туда на бюджет здравствуйте вот и какой-то год училась в двух астрошколах в итоге вторую школу я не закончила ушла потому что был сделан выбор в пользу прогностики вот такая моя история ой отлично кто-то уже кофе а вообще изначально астрологию я не планировала рассматривать как свое хобби у меня все началось дизайна человека я подумал какая крутая штука начала читать вообще из чего она состоит и там одной составляющей до была астрология я как-то вот эту тему меня снова унесло я начала искать кто обучает как вообще сейчас астрологией и в общем так все началось вот нас уже достаточно уже почти 50 человек поэтому давайте перейдем к нашей теме я просила вас посчитать сколько у вас планет попали в 4 8 и 12 дома для чего это нам нужно планеты в домах когда их очень много они называются дома точнее перепутала если у вас дом заполнен какими-то планетами будем говорить что у вас дом этот дом вас выражен в карте соответственно если у вас много планет в четвертом доме мы скажем что вы четверодомник если восьмом то восьмидомник если двенадцатом то двенадцатидомник о чем это говорит о том что в вашем характере и в ваших качествах личности будет очень много качеств водной стихии даже если у вас по стихиям воды в карте ну мало да или вообще или нет вообще если у вас заполнены эти дома вы когда будете читать свое описание например описание стихии воды вы будете во многом себя узнавать вот чем похожи эти дома 4 8 12 они называются водными домами либо еще вы можете встретить что их называют психическим тригоном или домами чувств до эти дома непосредственно связанные с чувствами и эмоциями человека с подсознанием с кармой также с прошлым если четвертый дом это прошлое имеется ввиду ваше детство вот вся вся эта ваша часть жизни от рождения и до того момента когда вы уже съезжаете от родителей да и образовываете свою семью это ваше детство восьмой дом связан с вашим и здесь у нас сидят ваши детские установки которые формируются когда вы еще ребенок 8 дом отвечает за страхи и табуированные темы которые в обществе обсуждать не принято и эти страхи они у вас связаны с тем что вы растете живете получаете какой-то опыт и соответственно вы начинаете чего-то в жизни бояться 12 дом связан с нашим считается что это дом очень кармический он связан с кармой именно ваших прошлых воплощений да если мы предположим что они есть если карма 4 дома это карма который якобы вам прилетает от того как жили ваши непосредственно предки ваши реальные там прабабушки прадедушки то 12 дом это карма прошлых воплощений также здесь формируются наши наши внутренние установки и комплексы которые вы сами себе сами себе взращиваете да то есть вас никто извне вам ничего не навязывает но у вас например комплекс самозванца или у вас комплекс вы боитесь выступать на публику он как он жизнь он же появился не сам по себе он сформировался потому что вы например вы учили школе вас несколько раз вызывали к доске и вы все знаете все знаете но как только выходит доске у вас тупор у вас белое пятно и вы просто не по не вы просто забыли вообще что вы хотели сказать хотя бы все прекрасно знаете и после нескольких таких раз у вас сформировался комплекс что вы боитесь отвечать на публику да вам легче например написать чем позвонить и так давайте начнем с отдельно про каждый дом что это значит и так что мы смотрим по четвертому дому по четвертому дому и этот дом вообще считается он он связан с вашим подсознанием и он в карте самый глубокий да то есть если вы построите карту вы начнете спускаться первый второй третий четвертый дом самая глубокая точка и потом будете подниматься уже наверх пятый шестой и так далее так вот эта глубина связана с тем что это дом прежде всего связан с вашим родом и с вашей генетикой например если мы будем рассматривать сферу вашего здоровья и увидим что у вас много связей 4 дома с 6 до 6 дом 1 здоровья 4 дом генетика мы уже поставим для себя плюсик что возможно у вас есть риск развития тех же заболеваний которые допустим были у кого-то из вашей родни также четвертый дом и это самая интересная тема при анализе детского гороскопа потому что этот четвертый дом показывает ваши установки и родительских не ваши родительские установки и сценарии которые вы неосознанно впитывайте когда живете в семье своих родителей и глядя на карту ребенка на его куспи четвертого дома инопланеты четвертом доме вы можете предположить как вы влияете на вашего ребенка и что он от вас может заимствовать например возьмем примерку спич четвертого дома в весах и родители воспитывали ребенка так что нельзя выносить из избы ссор все твои проблемы они должны оставаться за закрытыми дверями для снаружи картинка должна быть красивая и и потом это приводит к тому что допустим допустим это ребенок девочка да она образовывает свою семью ее при этом что-то не устраивает у нее проблемы с мужем но она до последнего старается делать так чтобы для общества была красивая картинка она тянет с разводом она не рассказывает родителям не рассказывает подругам о своих проблемах потому что вот она так ее так научили что все что все что негативно неприятно оно должно оставаться за дверями квартиры естественно потом когда вы вырастаете какие-то из этих установок вы отбрасываете как ненужный до выходим вы посмотрите на это и думаете я не хочу так как было в моих родителей у меня будет по-другому и поэтому если вашего ребенка мы видим в карте или у вас что у вас четвертом доме очень много планет вы тот самый человек которому будет сложнее чем человеку без планет что этом доме как-то вот от этой родительской истории отойти до вы вы будете рассчитывать например что вы обязаны родителям помогать другой человек может считать я могу помочь но я не обязан а четверодомник будет воспринимать это как свой долг что он должен помочь если он не поможет значит воспринимается как некое предательство поэтому если у вас дети да вы если вас дети вот с таким четвертым загруженным домом вам нужно очень внимательно обращать на то что вы ребенку транслируете что дальше напишите просто вам все понятно или мне можно помедленнее говорить и кация просто очень быстро говорю вы не очень понимаете вот пока на этом этапе про четвертый дом все понятно алё 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 какой-нибудь плюсик смайлик сердечки в общем я друзья надеюсь что понятно если непонятно вы не стесняйтесь спрашивать да я остановлюсь и отвечу вам на вопрос так давайте дальше после установок что идет самая важная тема которого наверное много раз слышали до четвертый дом это тема наших родителей либо одного из них до школы разнятся во мнении кто-то отберет за четвертый дом маму кто-то берет за 4 дом папу на самом деле это сложная тема мы просто ставим пока 4 дом чтобы вы понимали это здесь сидят в том числе ваши родители Следующий вопрос, который отвечает четвертый дом, это ваша недвижимость Здесь мы берем всю вашу недвижимость, квартиры, дачные участки, то есть все недвижимое имущество Все ваши квартиры, пентхаузы и так далее, они сидят здесь Если вернуться на более бытовой план, то четвертый дом опишет, как вы видите свой комфортный дом То есть что должно у вас быть дома, чтобы вы приходили туда и вы чувствовали себя комфортно Мы можем описать, например, какие цвета вы будете предпочитать Это совместно мы смотрим описание интерьера, не только по четвертому дому, но еще и по Луне То есть планеты в четвертом доме опишут, что вам нужно создать или что вам нужно иметь дома в качестве интерьера Чтобы вы приходили и чувствовали себя комфортно Также мы можем описать, что находится рядом с тем местом, где вы живете Например, у вас в четвертом доме Марс и вы живете недалеко от пожарной части или от участка полиции Или у вас, например, дом из красного кирпича То есть мы опишем все, что касается Марса Если у вас там Нептун, вполне возможно, что у вас из окна видна река Или название вашей улицы, например, как-то связано с морем или названо именем капитана То есть что-то такое Поэтому, например, когда у вас есть планы куда-то переехать Вы не знаете куда, у вас есть несколько вариантов Вы можете посмотреть на ваш четвертый дом и понять, какая все-таки из квартир, например, той местности больше подходит к вашей карте Не забудьте учесть также Луну Также четвертый дом считается, так как это считается нашим началом, нашим детством Он же считается, что вы проходите весь этот путь и вы снова возвращаетесь в эту точку четвертого дома Поэтому четвертый дом связан с местом вашего захоронения Это не очень приятная тема и не многие ее любят Но имейте в виду, что чтобы посмотреть, если вы будете составлять завещание И хотите описать, как вы хотите, чтобы вас похоронили и где Мы тоже это посмотрим по четвертому дому Например, я недавно смотрела карту, когда готовилась к этому эфиру президента Джона Кеннеди И у него в четвертом доме стоит уран И в том месте, где он похоронен, на этом кладбище Сразу же с этим кладбищем находится аэропорт Аэропорт — это как раз тема урана Еще одно важное значение четвертого дома, я забыла вам рассказать Это особенно если у вас есть там планеты Планеты в четвертом доме — это те планеты, которые мы у человека увидим только тогда, когда мы очень хорошо его будем знать Либо мы вместе с этим человеком будем какое-то время жить То есть, например, если у вас в четвертом доме Марс То вы этот Марс покажете человеку только в моменты, когда он станет для вас близким человеком Либо вы начнете с этим человеком жить Допустим, где-то в незнакомой компании я могу на вас посмотреть и никогда не подумать Вы мне, допустим, покажетесь очень сдержанным человеком Очень таким воспитанным А, например, у вас в четвертом доме Марс И если мне сказали, что вы дома, когда разозлитесь, можете там бросать посуду Или начинать двигать мебель от злости Я не поверю, скажу, да ну нет, да никогда Потому что мне ваш четвертый Марс В четвертом доме, в котором Марс у вас стоит Я его не увижу, пока я вас не узнаю достаточно хорошо Или не проживу с вами какое-то время вместе Поэтому, например, у вас... Вы знакомитесь с мужчиной Вы можете построить его карту Если там есть планеты в четвертом доме Будьте уверены, что вот именно вот эти планеты Он вам продемонстрирует в большей степени Только тогда, когда вы, например, будете уже вместе жить И вы обнаружите либо приятный, либо неприятный сюрприз Если планет в доме нет То вы можете посмотреть знак на куспите четвертого дома И его управители Это будет то же самое Так, дальше Также четвертый дом Тоже очень интересная тема Он описывает последний период вашей жизни То есть какой он будет Сами понимаете, последний период жизни у каждого случится в разном возрасте Допустим, если человек умер 80 лет То его последняя часть жизни будет описана годами С 70 лет до 80 Если это ранняя смерть, допустим, в 40 лет То последний период жизни будет описываться примерно с 35 до 40 То есть по анализу этого дома можем понять Чем вы будете заниматься и как будет проходить Активно или неактивно Ваша последняя часть жизни Допустим, у вас куспит четвертого дома попал в рака И вы никогда до этого не интересовались садом, огородом, цветами, готовкой Вам вообще это никогда не было интересно Но потом, со временем Вы начинаете вдруг интересоваться цветами Вы покупаете себе дачный участок То есть в вашей жизни начинается такая эра рака То все, что связано со знаком рака Мы посмотрим потом, куда попала луна Какие у нее спекты Точно так же опишем Если, например, у вас куспит четвертого дома в деве Вы можете только на старости лет вдруг понять, что Ну все, там дети выросли, внуки выросли И заведу-ка я себе кошечку или собачку Потому что дева у нас отвечает за домашних животных И, допустим, можем предположить, что У человека с таким куспитом Животное может появиться уже в очень-очень таком возрасте Уже ближе к пенсии Вот Следующая тема А, и еще четвертый дом Помимо дополнительно к луне Он покажет, насколько вы Вообще адаптивный человек Насколько вы подстраиваетесь к изменениям Как относитесь к переезду Легко ли вам собрать чемодан и уехать Либо вы будете до последнего противиться переменам То есть помимо знака и дома луны Всегда еще смотрите на сам четвертый дом Это касается вообще любой темы То есть не важно, что вы рассматриваете Всегда, если вы рассматриваете какую-то планету Вы после этого смотрите на ее дом Если вы рассматриваете солнце Вы всегда смотрите на пятый дом тоже Поэтому если вы проводите Неважно, какую тему вы берете Недвижимость, дети Вы всегда смотрите еще и дом Насчет детей Считается в некоторых школах Что четвертый дом отвечает за зачатие А пятый дом уже за вынашивание Но не все школы с этим согласны Я просто знаю, что такая точка зрения существует Поэтому я вам ее рассказала Например, бывает такое, что у человека четвертый дом Очень напряженный Там очень много каких-то планет Например, Плутон, Сатурн Очень много напряженных аспектов И у человека проблемы с зачатием Но пятый дом прекрасный То есть там хорошие планеты Там нет напряженных аспектов И у человека проблема с зачать Он с трудом это делает Но при этом он вынашивает очень легко Да, у него нет каких-то проблем У него нет токсикозов Он бегает до девятого месяца И все у него прекрасно И наоборот, да У нас может быть прекрасный четвертый дом Но пятый с такими сложностями И для вас не проблема забеременеть Но для вас проблема выносить этого ребенка То есть как бы вот четвертый дом Еще можно посматривать В этом смысле, когда мы делаем анализ Например, почему нет беременности Или прогнозируем, когда у человека это случится Так, по четвертому дому это все Что я вам хотела сказать Следующий водный дом это восьмой И сразу всегда про восьмой Когда люди слышат про восьмой дом Первое, что приходит на ум Это то, что это дом кризисов, стрессов И разных сложных ситуаций Это действительно так Это одно из его значений Потому что восьмой дом Мы его символически соотносим с планетой Плутон Это его сигнификатор в любой карте То есть неважно, куда и в какой знак У вас попал куспит восьмого дома Это будет дополнительная информация Сигнификатором его всегда будет товарищ Плутон Поэтому кризисы и сложные ситуации Они вас здесь ждут Также здесь сидят ресурсы другого человека Любого, любые, но не ваши Это 2.8, это материальная и энергетическая ось ресурсная Что еще из интересного, из необычного Что об этом часто не пишут Восьмой дом, он показывает ресурсы В том числе нашего партнера И он может показать, что будет у вас Что вы приобретете Когда вы выйдете замуж за этого человека Например, у вас куспит восьмого дома в раке И пока вы с мужем жили гражданским браком У вас не получался ребенок Но как только этот брак случился У вас получилось забеременеть У меня была такая ситуация у подруги Они очень долгое время вот так вот жили Года три и ничего не получалось У нее куспит восьмого дома в раке И после того, как они расписались Она через два месяца забеременела Хэппи-энд Вот Также, так как это дом чужих ресурсов Мы сюда относим все, что с ними связано Это банки, где вы получаете кредит Берете ипотеку Это страховые, которые выплачивают вам деньги В случае, если с вами случится какой-то кризис И также это деньги партнера Поэтому, например, если у вас в карте Вам так повезло У вас в карте сильная связь Например, 2 и 8 Второй дом это деньги Восьмой дом тоже деньги, но деньги партнера То это указание на то, что вы можете рассчитывать На помощь партнера, на финансовую помощь Вы можете всю жизнь жить И, например, зарабатывать на какое-то свое хобби А полностью обеспечивать вас будет партнер Потому что у вас есть такая формула Которая вам позволяет, да, немножечко Расслабиться на эту тему Также по восьмому дому, я уже сказала, да Сидят, там сидят ваши страхи Там сидят все темы, о которых не принято обсуждать Вот, например, вы собрались в компании То будьте уверены, что темы восьмого дома Вы затрагивать не будете, да Поэтому, почему сложно проводить, например, астрологическое исследование На различные сексуальные темы, либо отклонения Потому что люди очень неохотно говорят на эти темы И никто не готов открыто, да, говорить Вот моя карта, я люблю там вот это и вот это Все-таки это такая тема, которую мы В какой-то большой компании не обсуждаем Поэтому тема секса и что вам нравится Что не нравится, что вас заводит Что вас разводит Тоже сидит в восьмом доме Ну, не только в нем одном, да Это дополнительно, когда вы будете описывать Сексуальные предпочтения Восьмой дом будет там обязательно Так, что еще по восьмому дому? Сейчас я посмотрю свои шпаргалки А, вот еще одна интересная тема восьмого дома Но печальная Считается, что если четвертый дом Это место вашего захоронения, будущего То восьмой дом косвенно может указать На причины вашей смерти Будет она насильственная, будет она естественная От чего, как Но эта тема очень сложная Ее легко описать, когда ты уже знаешь по факту Да, от чего умер человек Мы, например, возьмем какую-то известную личность Прочитаем, как он умер И обязательно найдем в восьмом доме Подтверждение, что это действительно так Свою собственную смерть искать не надо Потому что вы никогда не найдете ответа Это скрытая для нас информация Но если вам интересно, например, посмотреть Насколько это соотносится с действительностью Вы можете взять каких-то умерших людей Известных И посмотреть, как это случилось Например, я смотрела карту Карла Бранта Он был личным врачом Гитлера Его осудил Нюрнбергский процесс И он был приговорен По-моему, его повесили И у него восьмой дом в Овне И вы сами понимаете, какая характеристика у Марса Марс отвечает за что-то резкое и что-то насильственное И часто куспит восьмого дома Плюс один Не значит, что если у вас Овен, у вас будет насильственная смерть Это просто плюс один Показывает на то, что смерть может случиться Не по естественной причине Вот, грустная такая тема Но я должна была вам о ней рассказать Другая тема восьмого дома Совместно с двенадцатым домом Они здесь Братья-близнецы Это различные оккультные темы И магия Вот эти все куклы Вуду Привороты, отвороты Это все Они отвечают за это Два дома Восьмой, двенадцатый Тут мы не можем разделить и выделить только конкретно один Также некоторые относят к восьмому дому Эзотерику в том числе То есть не только двенадцатый дом Но эзотерика как нечто магическое тоже сюда Так Про восьмой дом Я вам рассказала А, восьмой дом это еще наследство И поэтому, если у вас Например, на какой-то напряженный дом Напряженный восьмой дом Можно предположить Совместно с другими показателями Стоит ли вам вообще ввязываться В тему наследства Бороться за него Вполне возможно, что вы получите это наследство в итоге Но оно вам навредит Но для этого нужно смотреть другие показатели Просто хочу вам сказать, что восьмой дом Это тема наследства Ищите его здесь Так Другая тема Двенадцатый дом Двенадцатый дом тоже считается самым загадочным Очень много вокруг него ходит сплетен Что же к нему относится, что не относится Прежде всего, это различные комплексы Как я уже сказала в начале То есть, например, если у человека в двенадцатом доме Очень много планет Мы можем предположить по этим планетам По символизму Что у человека по этим планетам Будут какие-то комплексы Например, у человека в двенадцатом доме Юпитер И мы можем предположить Что человек может сомневаться В своих способностях преподавателя Ему будет казаться Что, блин, я же Всё-таки, наверное, ещё недостаточно знаю Чтобы вот так вот выйти И кому-то что-то рассказывать Нужно ещё там Сходить ещё на три тысячи курсов И, может быть, вот тогда Я смогу говорить И у меня не будет внутри Что я, наверное, какой-то лжеучитель То есть, в планете Юпитер в двенадцатом доме Человек очень боится Что он что-то начнёт рассказывать А ему скажут Это какое-то лжеучительство И он такой Блин, я так и знал Я так и знал Например, если там Марс То у человека комплекс инициативы Ему очень сложно сделать Какой-то первый шаг И ему легче подождать Когда в его сторону будет сделан какой-то шаг А он ответит Согласится или не согласится А сам он очень, например, боится То есть, например, для какого-то бизнеса Когда я вижу Марс в двенадцатом доме Это вряд ли человек бизнесмен Именно сам руководитель Потому что человеку очень трудно с таким Марсом Быть вот таким вот самцом Которому сейчас я пойду И разрулю эту проблему Он такой Может быть, оно как-нибудь само рассосётся Эта проблема То есть, он может быть хорошим партнёром Но не очень таким человеком Который всех ведёт за собой Это не такой Марс Следующая тема двенадцатого дома О которой вы, наверное, слышали чаще всего Это различные зависимости Это действительно так Это алкоголизм, наркотики Различная травка-муравка Это тоже относится к темам двенадцатого дома Поэтому, если у человека Много-много планет в двенадцатом доме Или там солнце Или там, допустим, луна Или управитель первого Человек чуть более, чем другие Подвержен, что если он вступит на этот путь Не значит, что человек солнцем в двенадцатом Это у нас потенциальный алкоголик Мы просто говорим о том Что если это случится И он в эти сети двенадцатого дома попадёт Нам будет очень сложно его оттуда вытащить Следующая тема двенадцатого дома Это то, что не получилось у ваших предков Не только мамы и папы Но и прабабушек и прадедушек То есть они пытались Но у них не хватило времени Не хватило ресурса И теперь ваша очередь Вам передали эстафетную палочку И теперь вам нужно с этими планетами что-то делать Например, у вас Венера в двенадцатом доме И мы можем предположить Что, возможно, у женщин в вашем роду Не было возможности так за собой ухаживать Как есть у вас Возможно, они были вынуждены много работать И у них не было времени на творческую реализацию То есть быть таким гедонистом У них не получилось И наслаждаться жизнью тоже Потому что такие были времена Поэтому ваша задача Например, с Венеры в двенадцатом доме Всё-таки заняться творчеством Не забывать, что вы женщина и девушка Не экономить на своей красоте На своей красоте Какой-то красивой одежде На красивой еде И так далее То есть это уже нам расскажет Конкретно, что за планета И конкретно, что не получилось У ваших предков Также двенадцатый дом Он считается домом-бегством от реальности Это такой немножечко волшебный дом И, как вы понимаете Убегать от реальности можно разными способами Один я уже назвала Это негативный способ Это с помощью алкоголя и наркотиков Другой этаж выше Это, например, творчество Человек уходит в творчество Он, например, рисует, поёт, сочиняет музыку То есть вы сами знаете, что творческие люди Они немножечко оторваны от реальности И им нужно это время Когда они остаются одни Они начинают писать стихи, рисовать картины И в этом случае мы скажем Что это отличный этаж Реализации этого двенадцатого дома Ещё один способ проиграть двенадцатый дом Это эмиграция Сейчас, например, намного легче, чем раньше уехать Не обязательно даже искать Ту самую нужную формулу Просто эта формула, если она есть Она нам скажет, что вам будет переехать легче Чем, например, у человека, у которого этой формулы нету Либо она есть, но какая-то вся напряжённая Он тоже переедет, но просто его путь к эмиграции Будет чуть сложнее, чем был у вас Также по двенадцатому дому Мы смотрим пренатальное развитие То есть мы можем предположить Что было в жизни ваших родителей До того, как вы родились До астендента, когда вы уже рождаетесь Мы можем посмотреть, что делала ваша мама Например, Нептун или Юпитер в двенадцатом доме И ваша мама в беременность много путешествовала Или у неё была какая-то важная поездка, путешествие О которой она до сих пор вспоминает Или там, например, был Марс или Плутон И маме пришлось пережить какую-то сложную эмоциональную ситуацию В то время, когда она была вами беременна То есть тут же, опять же, зависит от планеты И от её аспекта Если планеты в двенадцатом доме нету То мы, так же, как и я вам рассказывала В четвёртом доме, просто смотрим Куспит И какая планета управляет И, например, если у вас Куспит, двенадцатый дом Водолеи, это то же самое Что если бы у вас в двенадцатом доме стоял Уран Вот Также по двенадцатому дому идет ситуация Когда человек То есть, смотрите, изоляция может быть разная Изоляция, например, вы ушли в лес И вас никто не ищет Вы там сидите Вы уединились Вот у вас такая изоляция Изоляция может быть внешняя Например, инвалидность Это тоже относится к двенадцатому дому Поэтому если у человека Шестой дом здоровья Как-то связан с двенадцатым Особенно напряжёнными аспектами Но там нужна очень серьёзная формула Чтобы это действительно случилось То Мы обнаружим, что у человека есть, например У него поставлена какая-то степень инвалидности Специально искать у себя это не надо Потому что просто Сама формула 6-12 не означает Что вы потенциальный претендент на инвалидность То есть не надо себя пугать И сразу начинать искать у себя эти связи Также по двенадцатому дому Идут различные порчи-заговоры Я уже сказала Соместность с восьмым домом И различные тайны И конфиденциальная информация Поэтому если мы у человека в карте Видим, что у него очень много Вот этого двенадцатого дома Особенно если у него дома работы Например, шестой или десятый Связаны с двенадцатым домом Мы посоветуем ему идти работать в те сферы Где у него есть доступ к этой информации Это различные военные структуры Это работа в медицине Потому что врач связан с тайной Он не имеет права разглашать информацию о вас Как о пациенте Это работа в различных социальных учреждениях Например, дом престарелых Приют, детский дом Потому что туда просто так с порога не придешь Туда нужен пропуск Либо вы должны как-то договариваться Чтобы вас туда пустили То есть все учреждения пропускного режима Они тоже относятся к двенадцатому дому Так, что еще по двенадцатому дому Я вам хотела сказать Различные ситуации Когда мы улетаем в тот мир Имеем в виду тот мир, в мир сериалов и в кино То есть мы можем посмотреть по двенадцатому дому Совместно с Меркурием Что вы любите смотреть Какие сериалы предпочитаете И в целом, как вы вообще любите проводить время Когда вы наедине Потому что у вас в жизни, у каждого Вы каждый день попадаете в ситуацию двенадцатого дома Как только вы оказываетесь наедине Вот все Когда вы оказались одна И включили сериал Налили себе чай, кофе Вы в ситуации двенадцатого дома Поэтому двенадцатый дом не так страшен Как его описывает классика Потому что каждый из нас Каждый день находится именно в этом состоянии двенадцатого дома Так же, как и восьмой дом тоже Вот Еще по двенадцатому дому Идет благотворительность А социальные элементы Различные люди, которые остались без жилья Бездомные Это тоже двенадцатый дом Беженцы, которые вынуждены бежать из своей страны Тоже они являются персонажами двенадцатого дома Вот Что еще по двенадцатому дому Все Я, наверное, вам все рассказала По сферам, да, этих домов Если у вас есть какие-то вопросы То вы меня спрашиваете Я постаралась вам рассказать очень быстро Чтобы мы с вами не тратили время на косвенные темы Потому что задача была Рассказать вам именно про эти сферы Чтобы вы понимали Что и какому дому относятся И не путались, да Не искали в четвертом доме деньги А в восьмом доме эмиграцию Вот Скажите, есть вопросики? А, я совсем забыла Насчет подарка Я подготовила для вас Такое все сказала И про самое главное не сказала Я подготовила для вас подарок Это гайд по планетам двенадцатого дома Я расписала каждую планету И что она значит Что от нее можно ожидать Также включила туда Лилит Там получилось около шести страниц Она очень красивая Я очень постаралась Поэтому, что нужно сделать Чтобы этот гайд получить Вам нужно написать мне в директ В аккаунт OkMilkyway Свою почту Вы просто пишите мне Оставляете почту И я вам На вашу почту Высылаю Этот гайд Такие вот простые Несложные условия Поэтому Жду вас всех В директе С вашей почтой Те, кто будет смотреть В записи Вас тоже жду Постараюсь отправить Сегодня И в течение Завтрашнего дня Вот Так как я так понимаю Что вопросов у вас нет Мы можем с вами Попрощаться Спасибо, что пришли И потратили немножко Времени Своего выходного дня В общем Была рада провести Эти несколько минут С вами Пока Пока